Музыка Приветствую зрителей Russian TV World В эфире светский выход Я ведущая программы Victoria Pie Карпаччо, белые трюфели и нежные десерты И это только начало Ведь сегодня свои двери открывает итальянский ресторан Высокой кухни Мартиона И открыли его настоящие итальянцы По традиции сделали они это со страстью и размахом Пригласив в качестве бренд-шеф-повара Обладателя звезды Мишлен Марко Бистарелли Идея ресторана звучит так Соединить лучшие рецепты любимых итальянских бабушек С инновационным подходом к приготовлению блюд И сегодня нам посчастливится увидеть Как именно они создаются Мы отправимся прямо на кухню Мартиона Италия Узнаем фирменные секреты от шефа Познакомимся с владельцами этого ресторана А потом обязательно все попробуем Юлиан и Антонио Сегодня открывают ресторан Мартиона И конечно мы узнаем все об организации И о концепции ресторана Здравствуйте Здравствуйте В первую очередь хочется поздравить вас Сегодня очень важный день Открытие ресторана Вы приготовили просто грандиозную программу И дегустацию И гала-ужин Расскажите о концепции ресторана Прежде всего хочется отметить Что Мартиона это больше чем ресторан Все блюда которые гости попробуют Из ассортимента нашего меню Они смогут приготовить и дома Из продуктов которые также можно приобрести у нас Это очень важный аспект концепции Второй ключевой момент заключается в том Что мы единственный брендовый итальянский ресторан на Кипре В котором работает шеф-повар со звездой Мишлен Марко Бестарелли Мы привезли из Италии очень много вина и продуктов Которые абсолютно эксклюзивны для Кипра Команда Мартиона также имеет огромный опыт Организации выездных мероприятий Частных вечеринок, дней рождения, свадеб В нашем распоряжении яхты, правит виллы И конечно же пространство ресторана Каждое утро здесь начинается с кофе по-итальянски Кипрских вариантов вроде кофе Фредда не будет Только традиционная итальянская подача Каждый день у нас предлагается разное сет-меню Каждый вечер в 18.00 будет аперитив по-итальянски С небольшим буфетом для дегустации Дальше будет действовать меню а-ля карт и гурмей-пицца Каждую неделю новые предложения Какая ценовая политика ресторана? Ценовая политика у нас разного уровня К примеру, в Мартеону можно прийти пообедать за 15 евро Или, скажем, прийти на завтрак и за 5-6 евро Выпить кофе, отведать каши, пончиков в бомболоне и чего-то еще Конечно, когда речь идет об ужине, то здесь ценовая политика уже выше Мы предлагаем специальное меню на дегустацию По итогу может выйти 30-40 евро на человека Я должна заметить, что цены очень приятные на самом деле Скажите, а продукты у вас итальянские или все-таки что-то кипрское местное вы используете? У нас все продукты из Италии, даже мука для пиццы и хлеба Мы все готовим сами Кстати, хлеб, который предлагаем гостям, тоже домашний Мы почти ничего не покупаем, кроме базовых продуктов, из которых все готовится Антонио, почему решили открывать ресторан на Кипре и почему именно Пафос? Если честно, я не планировал переезжать в Пафос Изначально я приехал сюда, потому что никогда не был на Кипре И мне порекомендовали остановиться в Пафосе Действительно, этот город понравился мне больше остальных Вскоре я встретил здесь Юлиана И мы решили начать совместный бизнес под брендом Мартеона Сотрудничество вывело нас в нужное русло Так что Пафос был выбран ненамеренно Так произошло Я знаю, что вы нацелены на успех однозначно И желаю вам успеха Но назовите вот три момента, которые приведут ваш ресторан к успеху Конечно, новый бизнес – это всегда риск Но у нас есть три очень сильных стороны Во-первых, мы пришли из двух разных областей, в которых накопили годы опыта Мой опыт в бизнесе, в маркетинге 20 лет У Юлиана многолетний опыт в области продуктов питания и напитков Это точно наша сильная сторона Во-вторых, мы вместе создаем отличную команду И с точки зрения бизнеса, и с точки зрения взаимоотношений Мы умеем работать, предоставляя друг другу возможность раскрыться Со временем это только совершенствуется Сегодня нашему проекту 4 месяца Да, мы сделали это всего за 4 месяца Если бы у нас было больше времени в распоряжении, мы бы сделали еще лучше И третий момент в нашу пользу состоит в том, что на Кипре нет подобной концепции в ресторанном бизнесе Чтобы вся продукция импортировалась напрямую из страны производителя Что ждать гостям сегодня вечером? Что-то, что они ни разу не видели в своей жизни Ого, даже так? Это так, потому что атмосферу, как в Мартеоне, вы не встретите больше нигде Это я могу гарантировать Это все то, что хочет кипрский гость? Да, я так думаю Я и вся наша команда будем стараться сделать этот и все последующие вечера незабываемыми Считаю, что в ресторан приходят не только для того, чтобы поесть Для нас это как поэзия Чтобы все гости были счастливы, с улыбкой Самое главное – это хорошее настроение и гастрономический восторг от блюд Приятный подарок устроили владельцы Мартеона для всех своих гостей в день открытия ресторана Сегодня здесь проходит дегустация итальянских вин И мы начали погружение в винную культуру с винодельни Костелло де Монтепо Итак, с какого вина мы можем начать? Мы начнем с Сасса Лоура – великолепного вина из Тосканы Представители семейства Костелло де Монтепо и Бьон де Санти Это вино на 100% созданное из сорта винограда Санчо Вейзе Гросса Брюнелла Бьон де Санти урожай номер 11 Этот клон винограда, то есть лучшее воплощение сорта Является эксклюзивной запатентованной собственностью семьи создателей Лишь они могут использовать его для производства вина и распространения по всему миру Также мы попробуем это великолепное вино урожая 2018, которое было представлено рынку в конце прошлого года Можем ли мы найти эти вина где-нибудь еще на Кипре, кроме как в ресторане Мартеона? Ресторан Мартеона – это наш импортер, и на данный момент мы начали распространять эти вина именно здесь Итак, попробуем Сасса Лоура – урожай 2018 года из уникального сорта винограда 100% Санчо Вейзе Гросса Би Вейс 11 На этикетке вы можете увидеть фамильный герб и, конечно, название вина Своё имя Сасса Лоура получила в честь огромного вулканического камня который извергся из ныне потухшего вулкана и был найден моим отцом неподалеку от винодельни Кастелло де Монтипо Отец узнал название камня, и оно ему настолько понравилось, что именно так он и решил назвать своё первое вино Барбара, расскажите о винодельне, которую вы представляете Я представляю винодельню региона Умбрия, откуда родом и шеф-повар Марко Бестарелли Эта винодельня находится на холме высотой 600 метров Господин Луиджи и госпожа Паула Миренделли, владельцы винодельни, представляют широкий выбор вин Игристое, одно розовое и три красных Мы попробуем Чемента, стопроцентное Пино Нуар Это вино очень интересно, потому что цвет как рубина, да? Да, да, яркий такой Яркий, да, точно Несмотря на то, что это средний уровень алкоголя, ну то есть оно довольно крепкое, но питься оно будет очень легко Да, оно очень приятное, подходит к обеду по особому случаю Барбара, вино из вашей винодельни можно ли найти где-то еще на Кипре, купить в магазине или в винном бутике, или только здесь, в ресторане Мартеона можно попробовать? Соло Мартеона Это даже я поняла, только в Мартеона Шеф-повара ресторана Марко Бестарелли можно найти, конечно же, на кухне Именно туда мы сейчас и отправимся В святая святых ресторана Мартеона на кухне, где правит сегодня бренд-шеф-повар с Мишленовской звездой Марко Бестарелли Вы обладатель Мишленовской звезды С каким блюдом вы ее получили? Блюдо было экстраординарное, очень специфическое В Италии у каждого великого шефа есть свое коронное блюдо Марко, а скажите, чем сегодня вы побалуете на ужине гостей ресторана Мартеона? Сегодня у меня гаспаччо с тунцом, итальянской моцареллой, каперсами и базиликом Также пирог из рикотты с трюфелем, соусом из сыра, грана паданы и спаржи и многое другое Меню будет просто волшебным И нам остается только дождаться ужина, чтобы им насладиться Спасибо, Марко! Франческо Вы хорошо известны в Европе как фудблогер и дегустатор вина Можете примерно назвать, сколько блюд вы попробовали в своей жизни? Отличный вопрос, но очень сложный, потому как я начал дегустационную деятельность еще когда был ребенком Это настоящая страсть в моей жизни пробовать еду Италия для этого идеально подходит, вы понимаете почему Так что моя мама начала с детства приучать меня к развитию вкуса Это именно та атмосфера, в которой я вырос При этом вы выглядите очень стройно Как это вообще возможно? Это возможно, для этого надо и пробовать, и бегать, и делать физические упражнения Вообще обращать на себя внимание В любом случае, да, это возможно Вы рекомендуете еду и спорт Проблема в том, что приходится есть действительно много Иногда очень сложно остановиться Вот даже сегодня у нас огромное количество возможностей отведать что-то действительно необычное Так что, да, бывает трудно вовремя остановиться, но нужно стараться Главное, все делать с удовольствием Вам удалось попробовать традиционные кипрские блюда? К сожалению, пока нет Однако вчера вечером я попробовал два сорта вина, которые показались мне весьма интересными Для меня их вкус был настоящим восторгом Это было белое и красное вино Оба из автохтонного местного винограда Действительно прекрасные вина Это очень важная информация для меня Ведь у Кипра древняя культура и виноделие – большая часть ее Так что было здорово открыть для себя и попробовать местные вина А как вам нравится ресторан Мартеона? На мой взгляд, Мартеона – это отличная идея В то же время это серьезный бизнес-вызов Полностью привести и воспроизвести настоящий итальянский вкус блюд за пределами страны Уверен, сегодня мы попробуем удивительные блюда и вина Я также уверен, что команду Мартеона ждет прекрасное будущее Добрый день, Джордж! Как ваши дела? Как вы себя сегодня чувствуете? Я в предвкушении! Сегодня выдастся удивительный шанс попробовать настоящие итальянские вина Которые в обычной жизни не так-то просто найти на нашем острове Вы впервые будете пробовать итальянские вина? Четыре года назад я уже пробовал три разных вина Они все были из одного региона, с острова Эльба, что в Тоскане Это был удивительный опыт узнать вкус двух сортов винограда, которые произрастают именно в том регионе Сегодня же у нас будут вина в основном из южной Тосканы и центральной части Италии Я уверен, в будущем будет возможность попробовать также сорта из северной и южной Италии В любом случае, Италия – это фантастическая страна для производства вина В первую очередь из-за разнообразия оттенков вкуса Огромное количество регионов, в каждом из них произрастает огромное количество сортов винограда И очень важно оценить аутентичность каждого из этих сортов, ведь все они настолько разные Большинство людей не знают таких деталей, как, например, регион произрастания винограда Смогут ли они на вкус почувствовать принципиальную разницу между итальянскими и нашими местными кипрскими винами? С точки зрения вкуса могу сказать, что у нас очень похожи белые вина Высококислотные, сухие Особого различия с итальянскими вы не увидите, особенно по ароматам Так происходит в первую очередь из-за схожего географического расположения Италии и Кипра Белые вина получаются похожими Что же касается красных вин, то тут вы почувствуете гораздо больше различий В первую очередь, потому что на Кипре сильное жаркое солнце И вино получается гораздо более крепким, нежели в Италии К примеру, в Тоскане климат похож на местный, но солнечные лучи воздействуют на виноград мягче Из-за этого он получается более сочным, а вкус самого вина более нежным Вина итальянской винодельни Маромьера, как и других виноделин, представленных на открытии ресторана Можно попробовать исключительно в Мартеоне Ну как отказаться от дегустации? Очень вкусно Нежный фруктовый оттенок, как вы его охарактеризуете? Я люблю это Фруктовый аромат Это фруктовый Попробуйте еще Ощутите нотки шоколада, кофе и фруктовую сердцевину Если честно, я не чувствую шоколада, но чувствую очень такой мягкий, фруктовый, послевкусие, очень мягкое, фруктовое Я не чувствую нот шоколада, может быть потому, что я не сомелье На самом деле шоколад и кофе, когда смешиваются, дают нотку какао Да-да, как какао Это очень хорошая граппа, виноградная водка из Италии, из самого сердца Монте-Пульчана Крепость 66,9% И он хотел, чтобы я попробовала это 66% Очень вкусно Люди, которые понимают и ценят вкус вина, обязательно должны прийти сюда и попробовать Спасибо вам и спасибо за эти прекрасные вина Ну что же, Юлиан и Антонио организовали настоящий праздник для гостей ресторана Шоу-программа, множество блюд, уникальные итальянские вина Мартеона – это новая философия ресторанного сервиса Здесь можно не только попробовать настоящую итальянскую кухню Но и приобрести оригинальные вина и продукты из Италии Приглашаю всех посетить ресторан Мартеона Чтобы лично насладиться итальянской кухней и аутентичностью Benvenuti a tutti, как говорят в Италии Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин